Мощные взрывы звучат в центре Донецка. В штабе ополчения заявляют о не менее 30 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки. Один из снарядов попал в центральную станцию переливания крови. Погиб водитель станции. Врач получил ранение. Еще несколько снарядов разорвались недалеко от детской площадки Института физико-органической химии. Здание сильно пострадало. Донецкой пригорода уже несколько суток остаются без воды и электричества. В городе остановлен центральный водопроводный узел и фильтровальная станция. Проводить аварийные работы постоянно мешают мощные артобстрелы. Люди уже несколько дней подряд ночуют в бомбоубежищах и подвалах. Все время с утра... Как мы выходим, как стрелять начинаете мы? Опускаемся. Довольно часто. Практически весь день. Ненадолго поднимаемся в квартиру, чтобы поездить. Накануне главы Донецкой и Луганской народных республик выступили совместным заявлением. Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева сесть за стол переговоров. Они отметили, что Донбасс готов к мирному диалогу, но только в том случае, если киевские власти направят в Минск своего полномочного представителя. Экс-президента Украины Леонида Кучму, который участвовал во встречах контактной группы ранее, власти ДНР и ЛНР считают частным лицом. Продолжение следует...